С началом сезона Скиталец, обладатели годового абонемента получили доступ к двум новым активностям, Гамбит Прайм и Суд. Привет, Страж, с тобой снова канал Трипл Вайп, меня зовут Джонни Лейни и давай в этом разбираться. Гамбит Прайм – отдельный режим Гамбита, который, по сути, использует уже знакомые механики стандартного Гамбита. Вы собираете частицы, чтобы призвать босса, первобытника, которого вы должны убить. Команда, которая сделала это первой, одерживает победу в матче. При этом есть некоторые отличия. Во-первых, вместо трех раундов всего один. В отличие от обычного Гамбита, в Прайме нет привычного таймера на матч. Но если игра продлится слишком долго, запустится овертайм на 30 секунд, и победу одержит та команда, у которой босс на момент окончания таймера имел меньше здоровья. Второе отличие – нужно внести не 75 частиц, а 100. До призыва босса у команды будет три портала для вторжения, на 25 частицах, 50 и 75. Вторженец, как и в обычном Гамбите, с обновления 2.2.0 появляется в рандомных местах. Если на вашей стороне будет как минимум два блокировщика, то из вашего банка будут пропадать частицы. Этих блокировщиков нужно убить как можно быстрее. К тому же в бое с первобытником появляются некоторые механики. Как только вы призываете босса, на нем появляется иммунный щит, который нужно снести, убив трех ведьм. Две ведьмы появляются сразу, после убийства их появляется третья. У всех ведьм будут разные энергетические щиты. После убийства всех трех ведьм, 25 секунд вы можете наносить урон по боссу. Более того, под последней ведьмой появится огромная лужа, будем так ее называть, находясь в которой вы будете наносить больше урона. Места спауна луж обозначены черным бугарком, таких спотов всего три, справа, слева и в центре арены. Как только 25 секунд истекут, ориентироваться можно по времени действия этой лужи, на босса вновь накладывается щит, который нужно снести, убив все тех же самых трех ведьм. Каждая новая призывная лужа будет накапливать баф-истребитель первобытников, как убийца первобытников. Первая лужа Х1, вторая Х2 и так далее. Как показала практика, в большинстве случаев первобытник умирает только на третьей или на четвертой луже. Несколько простых советов, как одержать победу в прайм. Не стесняйтесь тратить ульту при расчистке мобов. Боссфайт в любом случае будет долгий. На единственной пока доступной карте в прайме, также есть порталы для быстрого перемещения по локациям, один справа и один слева. Используйте их. Как и в случае с обычным гамбитом, отдавайте хэвики вторженцу. В прайм вторженец играет особо важную роль. Если у вас в команде есть варлок с кладезем, то оставьте ульту на боссфайт и поставьте колодец, где появится бафующая лужа после убийства ведьм. После призыва босса у противников начинают открываться порталы на вашу сторону каждую минуту. После первых трех порталов каждые 30 секунд. Старайтесь убивать ведьм как можно быстрее, даже если не уверены, что получится полностью использовать баф урона. С каждой новой лужей увеличивается стак и, соответственно, наносимый урон. Что касается суда, то это эндгейм ПВЕ-активность на четверых игроков с матчбейкингом, у которой есть три уровня сложности. Первый уровень сложности стал доступен с релиза и имеет рекомендуемый уровень силы 650. Активность чем-то напоминает предыдущие хорд-моды. Вам нужно за определенное время, на первом уровне сложности за 6 минут, убить нужное количество мобов и финального босса. Убивая мобов, вы накапливаете господство, которое будет уменьшаться, если вы не будете убивать мобов. Больше всего процентов вы будете получать за убийство мини-боссов, которые начнут появляться во время эндкаунтера примерно на 40% господства. В отличие от других хорд-модов, в этом режиме есть модификаторы. На этой неделе, например, работает пустотный ожог, призма и усиленные тяжелые пушки. Перед тем, как будете прыгать в пропасть, чтобы пройти суд, посмотрите направо. Там есть небольшой кратер, куда вы можете вставить знамя рейда. Ради чего проходится суд? Ради крафта тех самых шмоток с перками, которые будут использоваться вами в Гамбит Прайме. Какие есть перки на каждую роль, вы можете прочитать в нашей группе, ссылка в описании. Для крафта брони Прайм вам понадобятся две вещи. Синтезатор, который вы получите у скитальца, как только начнете проходить новые активности. И жетоны, которые вы можете выбить в матчах Прайм или выполнив контракт из скитальца. Жетоны напрямую привязаны к одной из ролей Гамбит Прайм, поэтому есть четыре вида. Жетон захватчика, красный, часового, желтый, собирателя, белый и потрошителя, зеленый. Как только вы получите жетон, то вы можете использовать его в синтезаторе, чтобы получить частицу, которую вы должны вставить в банк Гамбита, перед тем, как начнете проходить суд. Если вы успешно завершите суд, то по окончанию активности вы получите часть сета брони на одну из ролей, которую вы выбрали при синтезе. При этом у брони есть три уровня, которые указаны в названии предметов. Преступный, вне закона и отъявленный. Как и три уровня сложности суда. Чтобы активировать перки роли, вам нужно накопить необходимое количество очков бафа. Первый перк три очка, второй шесть, третий десять, четвертый пятнадцать. Первый тир брони дает одно очко, то есть в сумме вы можете набрать пять очков, что даст только один перк. Можно предположить, что второй тир будет давать два очка, а третий три очка. Чтобы делать броню второго и третьего тира, вам нужно прокачивать свой синтезатор, выполнив особое баунти у скитальца. При этом в первом уровне суда вы можете сделать только броню первого тира, по крайней мере пока что. Получается так, что вы сначала играете в прайм, получаете жетоны, потом их синтезируете и используете в суде. И так по кругу. Кстати говоря, в инвентаре вы можете скушать жетон роли, получив баф на 30 минут в виде трех очков на определенную роль. Можно использовать бонусы разных ролей, но для достижения полной эффективности без этого бафа не обойтись. Но мы еще подробнее вернемся к этой активности и поговорим о суде подробнее в следующих роликах. Чтобы их не пропустить, не забудь подписаться на канал, поставить лайк под этим видео и до связи!